Всем привет! Меня зовут Алина. Сегодня четвертый день проекта, приуроченного к Каннскому фестивалю. На протяжении 12 дней мы воссоздаем вместе с вами образы самых ярких и красивых звезд красной ковровой дорожки. Сегодня уже день номер 4. И я сегодня в таком очень элегантном образе, ничего лишнего, но при этом подчеркивает все женские достоинства, черты лица. Вчера в Канне показали не только море деревьев Гасса Вансента, но и море по-настоящему роскошных образов. Посланница бренда Лориаль Пари и по совместительству звезда вчерашнего вечера появилась в золотистом шикарном платье от Майкл Корс. И дополнила все это голливудской классикой. Волнистые локоны, красная помада и черные стрелки. Давайте попробуем все это повторить. А если же вы шатенка или брюнетка, то вы найдете все рекомендации по адаптированию этого образа именно для вас. На страничке этого спецпроекта. Всю информацию я оставлю внизу под видео. Там же вы найдете все те продукты, которые я буду использовать сегодня для воссоздания этого образа. Я очень надеюсь, что вам понравится и приятного просмотра. Ну что, сегодня сделаем исключение и сразу придем к нанесению тонального крема. Я буду использовать Nude Magic E-Dotent в 110 оттенке, который называется Warm Ivory. Немножко встряхиваем в флаконь, наносим несколько капель на палец и начинаем распределять прямо руками. Мне не нравится, когда я пытаюсь наносить такие маслянистые текстуры кистью и с базой она у меня тоже не очень хорошо ложится. Эта тональная основа очень легкая и невесомая на лице. Она ложится тонкой-тонкой вуалью, при этом достаточно неплохо перекрывает все покраснения. Это настоящий бестселлер L'Oréal и если вдруг вы его пробовали, расскажите мне, пожалуйста, как он ведет себя на вашей коже. Немножко подкорректируем наши недостатки. Я для этого буду использовать корректор Alient Perfect в оттенке номер 3. Наношу похлопывающими движениями на проблемный участок, убивая пальчиком оттенок. Нужно замаскировать теперь темные круги под глазами. И для этого я буду использовать подсвечивающий хайлайтер L'Umy Magic. У него достаточно яркий пигмент. Я могу сказать, что я пробовала третий оттенок и он не очень хорошо смотрится. А вот оттенок номер 1, который я использую сейчас, отлично подсвечивает и как-то даже больше пигмента остается у меня под глазами. Еще я хочу немножко сегодня подсветить места под скулой. Вчера мы изначально наносили бронзер, после чего высветляли эту зону, чтобы сделать более прямую линию. Сегодня я попробую сделать наоборот. Сегодня сильно орудовать пудрой я не хочу, но немножко все равно нужно припудрить оттенок и консилер, чтобы он нигде не скатался. Я буду использовать пудру Alliance Perfect в оттенке R1. Я, кстати, смотрю, что пудра очень хорошо ложится. И у меня такое ощущение, что у меня немножко влажная кисть. За счет этого не остается такой пудровой вуали. Тем же консилером, что мы использовали под глаза, я подсвечу все выступающие части, на которые нужно наносить хайлайтер. Под глаза, на спинку носа, все как всегда, на подбородок и на галочку над верхней губой. Теперь нам нужно сделать небольшую коррекцию лица. И я для этого буду использовать монотени Colorish в оттенке 106 Matte. Я хочу сегодня в качестве эксперимента попробовать их наносить кисточкой, которая идет в комплекте с румянами. Начинаем наносить бронзер с впадинки, такую как бы полосочку уже к уху. За эту точку лучше не заходить, иначе это все будет выглядеть неестественно. Чтобы теперь немножко растушевать оттенок, нажимаю на кисточку приподнимать оттенок вверх. Теперь оформляем нашим бронзером лицо по контуру. Затемнем височную зону. Для коррекции носа я возьму более тонкую кисть, затемняю немножко частью у начала бровей. Кстати, в обычной жизни я вот этого никогда не делаю. Я делаю коррекцию на спинке носа, и то не всегда. Для придания румянца лицу сегодня я буду миксовать два оттенка 105 и 140-й. Легкими движениями сверху вниз. Важно, чтобы не осталось полоски между бронзером и румяном, поэтому очень хорошо все растушевываем. Переходим к оформлению бровей. И сегодня я попробую придать им четкий контур, как у Наташи. С помощью профессиональной палетки для дизайна бровей Brow Artist. Она у меня в оттенке Light to Medium. И начинаю я оформление своих бровей обычно с их основания, проводя четкую полоску сверху. То же самое теперь делаем с нижней частью брови, немножко сокращая вот эту зону. Я попробую немножко изменить форму этой брови, потому что от природы они у меня не очень симметричны. Я решила проработать веко белым карандашом Colorish Le Coil. У меня он в оттенке 120. В данном случае белый карандаш будет слежить для нас подложкой под тени. В качестве основного оттенка сегодня мы будем использовать монотени Colorish в номере 306. У них такой серебристо-перламутровый оттенок. И начинаем наносить его на все веко, захватывая немножко зону над складочкой. Плоской кистью подводим нижнее веко. И также прорабатываем уголок глаза. Теперь складку века я тоже буду прорабатывать монотенями в оттенке 205. У него золотистый оттенок и он чуть-чуть темнее, чем наш основной. Поэтому он красиво подчеркнет складочку. Затемнем еще тенями в номере 200, чтобы придать какой-то рельеф. И еще раз все это растушевываю. Более плотным и менее шиммерным светлым оттенком из теней квадро Е1. И я прорабатываю зону под бровью. Коричневым карандашом LeCol в оттенке 102. Я подвожу слизистую, выводя карандаш в самый уголок глаза, немножко даже выходя за пределы слизистой. Для прорисовки стрелочки я буду использовать Super Liner Perfect Slim. И начинаю приводить тонкую стрелочку, выводя немножко уголок наверх. Чтобы придать стрелкам больше графичности, а глазам больше выразительности, я подведу стрелочку консилером снизу. Ну вот, теперь перейдем к оформлению ресниц. Сегодня я буду использовать для этого тушь объем миллиона ресниц в супер черном оттенке. Дополните этот образ, нам поможет красная помада. Я буду использовать Colorish в оттенке J.Lo Pure Red. Красная помада очень сильно подчеркнула круги под глазами, поэтому я немножко их замаскирую. Ну вот и все, мои дорогие. Для завершения этого образа я советую вам еще немножко подчеркнуть складку верхнего века нашим новоиспеченным бронзером. И тогда образ получается более игривый. Мне кажется, что этот образ обязательно задаст тон того дня, когда вы решите его повторить, потому что он создан как будто специально для красной дорожки, для какого-то супер важного события. И я очень надеюсь, что он вам понравился. И надеюсь, что вам понравилось, как я его воссоздала. Обязательно напишите мне внизу, как вы думаете, идет ли мне такой макияж. И я вас хочу поблагодарить за то, что вы есть. Столько я от вас получаю приятных комментариев. Спасибо вам огромное. Я желаю вам хорошего дня, чтобы вы каждый день были яркими, чтобы вы светились, экспериментировали. Были разными, но всегда оставались самими собой. Ведь я уверена, что вы прекрасны. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok